Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. На Гомельщине проходят первые организационные посадения участковых выборчих комиссий. Усяго у их состава брано 10 667 человек. А в черговом этапе выбора у президента Республики Беларусь репортаж Олега Синцюрова. Таким чином на Гомельщине в участковая выборчая комиссия обрано 77% представников, вылученных прационными коллективами, политическими партами и громадскими организациями, а так само самими гражданами. Заслуговываю уваги той факт, что больше 8 075% от огольной колькости членов участковых комиссий жарчины. Из числа общественных объединений наибольшее число представляют профсоюзы 15,6%, а также Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское общественное объединение «Белая Русь». Белорусское объединение ветеранов. В составе комиссии представители трех политических партий. Это Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Белоруссии, а также Белорусская партия левых «Справедливый мир». Сгодно с календарным планом по проведению выборов президента Республики Беларусь, у территориальных комиссиях завершается проверка на соправность подписных листов, які подадзены инициативными групами. Выники этой работы станут вядомыми на початку вересня. С тем часом участковая комиссия зараз проводит первое организационное посаджение. Основные пытания на парадку дня – выборы старшини, наместники и секретарам, размеркование обовязков и затверджение графиков подрихтовки непосредственно выборчих участков. Значная частка их будет находиться у научальных установок. У Омским дорожно-будовничьим колледжи, где размещенный участок номер 9, голосование пройдет одной из аудиторий. У вересни ее выведут из научального процесса, установят кабины и урны для голосования, подведут место для назиральников. Але першочерговая задача – работать со списами выборщиков. Не позднее, чем за 15 дн до выборов, удокладенные списы повинны быть вывешены на участках для ознайомнения. В настоящее время мы получили списки избирателей, проживающих в границах нашего участка от администрации Центрального района. И члены комиссии сейчас работают над уточнением списков избирателей, посещая избирателей по месту жительства, и будем вносить соответствующие изменения в списки. На Гомельшине протягивается акция «Сберим портфель першокласснику». Сирот ее удельников – представники органов улады, предприемств и организаций, депутаты и члены громадских организаций. Разом с ними сегодня несколько адресов наведали и наши корреспонденты. Этот детячий дом семейного типа у Рашиста открыли в Снежне минулого года. Сегодня тут выховываются 10 неполнолетних. Старейшему из которых 9 лет, молодшему всего 2. С 1 вересня у семьи станет уже 6 школьников. У першиню за парты сядуть Ксения и Настя. Девчонки признаются, вельми чакаюсь початку навучального года. Бо переконаны, что учиться это не только корыстно, а и текаво. Мне больше нравится ходить в школу. Я люблю писать, читать, рисовать. Помощник президента Республики Беларусь, головный инспектор Пагомельской области Александр Турчин у этой приемной семьи у першиню. А там у приезд починается со знакомства с жахарами дома семейного типа и умовами, которые створены для детей. А головным это урушение подарунков. Для всех маленьких членов великой семьи гульни для гульного отпочинку. Для першоклассниц Ксении и Настя – школьные портфели. Это не просто допомога, а и свечения того, что держава имкнется клопотиться об кожным детяти. Чтобы у ребенка именно 1 сентября этот праздник навсегда остался в его сердце, как вот это теплое, светлое чувство. И чтобы он был, придя в школу, понимал, что он будет не хуже других, тех детей, у которых есть родители. У 62-й Гомельской средней школе до акции «Збярым портфель першокласснику» подрихтовали специальную концертно-забавляльную программу. Тут акция у Вогуля отрымалась масштабной. Отрымась в портфеле запросили першоклассников з усяго советского района, сярод ты, хто вышел на сцену, каб урушить школьные приналежности, представники органов и канавчой улады, керовники предприемства и организаций, депутаты Национального сходу, областного и городского советов депутатов, члены громадских организаций. Допомога першоклассникам до нового научного года саправды активная. Дарыша, у паравнене с минулым годом, колькасть вушня у первых классов, все лето значно повелешилася. У тем же советским районе амальна 200 человек. У совести с чем будут додатково открыты 9 пошатковых классов, при чем для детей будут створены усе належные умовы. Условия все созданы, есть учебная аудитория, есть игровые комнаты, есть спальня. Дети будут учиться в условиях определенного, группы определенного дня, и в принципе родители могут совершенно спокойно быть на работе и не думать о том, что их ребенок не занят, не досмотрен. Мы берем это на себя. Гомельская областная организация БРСМ так само допомагает рыхтовать школьников до нового научного года. В рамках акции «У школу с добрым сердцем» волонтеры сбирают цацкие и канцелярские приналежности, и кепотым передаются детям-сиротам и детям с малозабеспеченных и шмадетных семьях. У Чагуночном районе Гомеля до акции молодежной организации долучились все предприемства, установы адукации и просто неабыяковые люди. Частку собранных речев волонтеры передали выхованцам городского социально-педагогического центра. Усяго укомплектовали 10 ранцев. А кроме того, для детей подрихтовали цикавую и забавляльную программу с гульнями и конкурсами. В ближайший час активисты молодежной организации снова встретятся с выхованцами центра. На этот раз на спортивной пляце УЦМ. Мы сегодня договоримся о проведении товарищеского футбольного матча с ребятами из этого центра, между ребятами этого центра и представителями организаций, учебных заведений, всеми членами БРСМ, которые захотят принять в этом участие. У Гомельской области волонтеры БРСМ организовали 25 пунктов сбору, куди можно приносить школьные речи и канцелярские принадлежности для детей, которые имеют их потребу. Протягнется акция «У школу с добрым сердцем» до 15 вересня. Протягиваем выпуск. Черговая телефонная размова с жихарами региону по хваливчих их питаниях отбудется завтра. Протставники выканавча и улады проведут в субботу промые линии. У Гомельской области звороты грамадян будет примать наместник старшини Аблвы Конкама Баляслав Казимирович Пирштук. Нумер телефона у Гомелли 75 12 37. Час проведения с 9 до 12.01. Промой линию у Гомельским Гарвы Конкаме проведет керавник справ Алексей Анатольевич Васюченко. Звонков от жихаров областного центра чекают по номеру телефона 71 07 62. Як и заусёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкамах. Подрыхтау кода цепляльного периода, пытание оптимизации галины, захование беспечных умов працы. Везное посаджение коллеги Министерства жильева коммунальной господарки Республики Беларусь пройшло на базе Нараулянского, Ельского и Мазырского районов. За его ходом сочели корреспонденты телеканала Мазыр. Стартовала коллегия у Нараули. Пирали к пытанию, яке стоял на парадку днями у Надзённы, а у ней кай ступени глобальный характер. Практичная отчаска посаджения включала у себя наведывание широкого объектов жильево-коммунальной господарки. При этом пытании подрыхтоки до осенней зимового периоду надавалась особливая увага. Вопросы подготовки к зиме идут в плановом порядке. Обеспечены все установленные задания, которые были доведены до предприятий, до организации жилищно-коммунального хозяйства. Не исключением является и Гомельская область, в том числе и те территории, которые мы сегодня посещаем в рамках проведения выездной коллегии. По таким же принципу коллегия проходила и в Ельском районе. Министр текавился подыходом до утримания, ремонта и техничного обслуговывания жильевого фонда в регионе. У Мазыры удельники посяжения наведали канализационно-пумповую станцию. Объект находится на стадии реконструкции. Подчас пленарного посяжения основными пытаниями стали снижение выдатков и нормование працы. По сутности, коммунальники обмерковали реализацию программы развития жилево-коммунальной господарки, принятую Саумином в 2013 году, с мытой повышения эффективности и надейности працы, поляпшение якости послуг при обовязковом снижении затрат на их оказание. В рамках нормирования труда были сделаны определенные шаги. Пересмотрен ряд нормативных документов, которые определяют нормативную численность работников, занятых в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило в целом по республике снизить количество работников, участвующих в процессе оказания услуг. По сравнению с прошлым годом, только за последний год, порядка 5 тысяч человек. Конечно же, это положительным образом сказывается и на снижении затрат, и, соответственно, на повышении уровня возмещения затрат населением без повышения тарифов. Гомельская область поделилась своим опытом. Практика проведения выездных коллег и жилево-коммунальной господарки выкористовывается уже на протягу некольких годов. Не в кабинете, а на реальных объектах вывучается, как и у яким накерунку повинна развиваться голена. Илона Шауловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». На протягу двух дней у Гомели проходил республиканский семинар Державного комитета судовых экспертиз. Его головная тема – проблемные пытания, доследования следов обудку. Навито, гэты способ – разом со снятием отбитка у пальцев, частей за все, допомагая правоохонным органам знасти и притягнуть до отказности злочинцу. Подробязности в сюжете наших корреспондентов. Про глядя место любого здарения, головная задача эксперта – знайсти следы, які будуть включены в базу доказов криминальной справы. В гэтым сенсі след обудку можа стать крыницей наибольшь каштовной информации. В целом, трассология – это отрасль криминалистики, которая занимается исследованием следов. Следы обуви, с учетом их важности в раскрытии преступлений, конечно же, имеют свою специфику. Для нас это важно – обмен мнениями экспертов. Мы дискутируем, мы приходим к общему мнению. Мы повышаем свою квалификацию, без которой невозможна дальнейшая наша работа. Сучасным криминалистам приходится сутыкацца с проблемами, яких не ведали их коллеги в минулом. Коли ассортимент советского обудку не адрознивался разнастайнастю, то сегодня он широко представлен на прилавках. При гэтым такие важные для экспертов прикметы, як, например, протектор, стали однотыпными. Один и той же малюнок могут иметь и жанучшие боты, и войсковые берцы. Целое мастатство профессийно зафиксовать следы обудку. Для гэтага выкористовывать гипсовые злепки, розные доктопленки и иншие сродки. Головными изъявляются те прикметы, які узникли у процессе ношения обудку. Уникальные надломы, потертости и расколены на падэшве. За 7 месяцев текущего года смес преступлений изъято свыше тысячи следов, и в 150 случаях установлено совпадение со следами подозреваемых. Как один из примеров, в январе этого года обнаружены следы при угоне автомобиля. Эти же следы были обнаружены в месте, где злоумышленники оставили автомобиль. И это позволило в кратчайшие сроки выйти на преступников. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Дмитрий Радянко, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель». «Гомель» рыхтуется до проведения гала-концерта у рамках республиканской громадско-культурной акции «Мы, беларусы, мирные люди». Основная задача акции – узмацнение адзинства беларусского народа, угод проведения важных политичных падзей у житті державы и формирование патриотичной самосвядомости громадян. Старты акции были удадены 23 лютого в Могилеве. Концертом солиста у Национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь. У «Гомеля» областных гала-концерт запланованы на 10-го виросня. Место проведения – лядовый палац. Приезжают звезды беларусской эстрады, среди которых и Алина Ланская, Олеся, Анатолий Ермоленко, Саша Нема, Олеся Кодуш и Слава Нагорный, Тео, группа «Чистый голос», Дария, многие-многие-многие другие. Песни узнаваемые. Я думаю, что всем залом мы будем петь эти любимые песни, посвященные и красоте Беларуси, и беларуским людям, гостеприимству нашей прекрасной земли, просто о любви, о весне, о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Новины региона, информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова